Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии дал большое интервью информационному агентству Интерфакс. Сеанс видеосвязи занял почти час. Обсуждали первые 100 дней работы Олега Николаева в должности руководителя региона. 100 дней вместили в себя очень много. В первую очередь работа с бюджетом. На этот год в него внесли такие важные статьи, как выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и субсидии процентной ставки по льготной сельской ипотеке. Напомним, в нашей республике многодетные селяне и работники агропрома могут оформить ее под 2, полтора и даже одну десятую процента годовых. Несмотря на пандемию, продолжается работа по реализации нацпроектов. Только в этом году финансирование всех программ превысило полтора миллиарда рублей. Уже второй раз по предложению Олега Николаева отказались от снижения величины прожиточного минимума. Это значит, что не уменьшаются и все социальные выплаты, зависящие от этого показателя. В планах целый комплекс мер по развитию экономики. Прежде всего, это создать так называемые территории с особым режимом экономической деятельности. То есть это индустриальные парки, агропромышленные парки, ТОСЭРы. На реализацию этих мероприятий заложено 1,2 миллиарда рублей. То есть мы предполагаем, что будут созданы индустриальные парки и агротехпарки, эко-техпарки за счет государственных средств. Кроме того, предполагается создание еще как минимум 8 частных технопарков. Предполагается, что создание технопарков повлечет и создание 2,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, предусмотрены отдельные комплексы мер для поддержки малого и среднего бизнеса и строительной отрасли. Обсудили возможности проведения столетия Чувашской республики и подготовку к этому событию. В завершении разговора Олег Николаев ответил на вопрос, волнующий сегодня многих. Какие политические силы он собирается представлять на выборах главы республики? И очевидно, что здесь очень важно быть таким человеком, который способен, с одной стороны, почувствовать посылы населения и на них реагировать. С другой стороны, надо, мне кажется, руководитель региона концентрироваться на абсолютно конкретных функциональных задачах, то есть быть способным решать любые задачи развития региона, ну и оперативно реагировать на возникающие вызовы, таких как коронавирусная инфекция. Ну и третья составляющая. Как только, мне кажется, руководитель региона сильно привязан к какой-то политической структуре, любой, то автоматически появляется некий крем. И вот в связи с этим, конечно же, я рассматриваю вариант самовыдвижения, тем более такая норма в законодательстве есть, и мне кажется, это как раз позволит реализовать, прежде всего, чисто, ну, во-первых, такие правовые моменты, которые заложены и в Конституции, и в законодательстве. С другой стороны, мое внутреннее убеждение быть полезным для республики и для каждого человека, который проживает в Чувашской республике. Полностью интервью Олега Николаева будет опубликовано на сайте информационного агентства Интерфаксы в эфире национального радио Чуваша и сегодня в 21 час сразу после новостей.